На трибунах ветераны, дети войны, труженики тыла, жители и гости Ульяновской области. В параде победы торжественным маршем прошли войска 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, курсанты Межвидового регионального окружного учебного центра войск связи, пилоты Института гражданской авиации имени Бугаева, парадный расчет Главного управления МЧС России по Ульяновской области, представители войск Национальной гвардии Российской Федерации, Ульяновской таможни, Регионального управления Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, сводная рота Управления Федеральной службы судебных приставов по региону, а также парадный расчет Юнармии Ульяновской области. На фронтах Великой Отечественной войны воевало 268 тысяч ульяновцев. Свыше 125 тысяч наших земляков не вернулись в поле брони за проявленное мужество и героизм. 165 наших земляков были удостоены самого главного, самого высокого звания. Герои Советского Союза. 32 человека стали полными кавалерами Ордена Славы. 5 миллиардов патронов, то есть каждый третий патрон, были выпущены на Ульяновском заводе имени Володарского. Свыше 4 миллионов шинелей, и каждая девятая шинель были сшиты на 10 швейно-суконных фабриках, работавших на территории Ульяновской области. Наш регион принял десятки эвакуированных предприятий, стал крупным промышленным центром страны, снабжая Красную Армию боеприпасами и техникой, обмундированием и продовольствием. Владимир Путин обратился к жителям России с помощью прямой трансляции. И все это было неважно в то время. Откуда кто родом, какой национальности или веры, в каком краю или республике огромной страны жил до войны, призывался на фронт или уходил добровольцем. У всех была одна Родина. Все боролись, сколько хватало сил. До последнего патрона, до последней капли крови.